Сейчас возле Декатлона нахожусь. Не удержался я в Декатлоне, приобрел себе вот такую подушечку. Уж больно очень она мне понравилась. Вот, как можете видеть, да, такой небольшой обзорчик. 170 грамм масса, размере 36 на 25, толщина 7 сантиметров. Сейчас покажу, сделаю вам, скажем так, небольшой обзор. Короче, вот такая вот штука. Здесь она очень мягкая, короче, здесь какой-то мягкий-мягкий слой такой, прям вот, прям реально классный, мягкий. И здесь вот ее можно надуть. То есть, да. В общем, более полноценный обзор и потом, ну, отзыв я об этой подушке сделаю в отдельном видосе. Собственно, сегодня, может быть, ночью ее и протестирую, пока что в домашних условиях. Так, где мешочек? А, вот он. Сейчас. Просто она мне понравилась, то, что места мало занимает и реально выглядит комфортно. Мы же хотим в этот раз, чтобы было максимально комфортно, уютно. То есть, так что надоели мне немножко эти спартанские условия. Так, ну все, вот оно, место ни херена не занимает. Ладно. Жесть, как жарко на улице, прям стоять невозможно. Я надеюсь, с погодой подфартит, когда поеду непосредственно в путешествие. Не хотелось бы ехать долго под дождем и в лютый холод. Так, все, шлем застегнул. Я еще хотел в Луис заехать, но после этой покупки что-то я в Луис передумал заезжать. Надо немножко сейчас попридержать коней. С покупками. Дома надо будет еще все подумать, чтобы ничего важного не забыть. Надо будет еще масло на мотоцикле поменять. Сейчас посмотрим, сколько раз пробег на сегодняшний день. Так, пробег на мотоцикле 15743 километра. Ну, в принципе, уже нормально, да. Я перед поездкой вокруг Балтийского моря. У меня было там 8 тысяч с чем-то. 5 тысяч я проехал. Ну и сколько я уже после этого накатал? 13. Ну, почти 3 тысячи здесь чисто по городу. Ладно, уезжаем. Так, все. Забрала у шлема, предпочитаю держать закрытым, чтобы не залетела какая-нибудь муха или пчела. У меня уже не раз залетала. Один раз в Эстонии вот этим летом тоже жреща была сильная-сильная. Ну, и я ехал с открытым шлемом. Какой-то жучок прилетел мне прям под глаз. Как бы приятного мало. А если бы вот прям в сам глаз, в самом и яблочко, и прям вот на ходу, и... Ой, страшно представить. Вот здесь, кстати, Луис, куда я сегодня заезжать не буду. Потому что обязательно что-нибудь захочется купить какую-нибудь вкусняшку для мотоцикла. Поэтому поедем лучше сейчас домой. И запилим для вас видос. Та-та-на-там. Упс, желтый. Нет, все-таки автоматическая коробка. Это прям кайф. Это прям вот я прям балдею от этого мотоцикла из-за его коробки. Я, честно признаться, даже не представляю себе после этого какой-то мотоцикл без автомата. Многие, конечно, могут сказать, что это не true. Что надо чувствовать, надо переключать. Ну, в общем, как всегда, ну, я скажу, нахрен эта ручная не нужна. У меня от предыдущего мотоцикла от езды по городу у меня левая рука болела. Из-за постоянного сцепления, выжимания. Опять же, подчеркну, если ездить редко, то, в принципе, можно не заморачиваться. А когда ты используешь мотоцикл круглый год как основное транспортное средство, то автомат тут выигрывает. Субтитры создавал DimaTorzok